Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте! В эфире программа «Право на маму» телеканала «Самара ГИС». И сегодняшнюю программу мне хочется начать вот с такого письма. Я уверена, что взрослый человек может стать значимым человеком для ребенка из детского дома, наставником, старшим другом. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы заполнить анкету на участие. В самом начале были мысли, что я не справлюсь, не смогу. На поверку оказалось, что совсем несложно участвовать в жизни ребенка, приходить в детский дом, разговаривать, помогать и поддерживать. Вот такое доброе письмо помогло нам продолжить разговор о наставниках, о людях, которые очень нужны детям, оставшимся без попечения родителей. Откуда вы берете этих людей, у которых наверняка есть семьи, которые работают, которые должны выкроить свое свободное время и с такой большой ответственностью относиться к чужому ребенку? На самом деле люди приходят заинтересованные сами, но в процессе обучения я вам могу сказать, что у нас с первого потока, со всего пришедшего, у нас всего сформировалось 4 зарегистрированных, сертифицированных наставника. А другие? Да, другие отсеялись. По людям видно и понятно, или они сами это сразу отсеиваются, или видно, кто интересуется жизнью ребенка. Это же финансово, я так понимаю, не подкрепляется. Нет, финансово это не подкрепляется. Это только спасибо за то, что вы есть у этого ребенка, правильно? Конечно, конечно. То есть здесь нет никакой морковки, которая иногда кого-то привлекает. А имеет ли право наставник, когда он уже подружился с ребенком, когда ребенок понял, что это хороший человек, это хороший товарищ, брать его в гости, в свою семью, ходить в театр, на прогулки, или здесь все-таки есть ограничения? Если у наставника возникает такое желание, он обращается в органы опеки, собирает определенные документы, оформляет определенные документы, получает это разрешение, и тогда уже он имеет право совершать прогулки, приглашать в гости и так далее. Есть такие? Конечно. Более даже могу сказать, что у нас есть по результатам наставничества переход в приемную семью. Помочь всем сразу невозможно. Но сделать мир чуть-чуть лучше – это реально. Наверное, вот так думали те, с кем нам посчастливилось познакомиться. А местом встречи стало футбольное поле, где тренировались юные футболисты. Мы начинали вот Новый год, 19-й, на 20-й, как раз вот в Новый год первый раз мы начали. Там как раз эта пандемия началась. Первый год-два, вот это был период пандемии. У нас вот многие занятия проходили вообще в дистанционном формате. То есть очень сложный был вот этот период. Но хотя все равно они продолжались. Вот в ближайший год, то есть через компьютер там соединялись воспитатели с детьми, педагог наш там из дома, и они вот общались. Потом, когда немножко спад пандемии прошел, ну прошла пандемия, уже начали встречаться постоянно на постоянной основе. То есть собирать детей. Сначала всех старались охватить, но все равно все не будут заниматься. То есть вот по интересам как-то уже дети распределились постепенно. Кто-то спортом, кто-то творческий. То есть у нас вот и творческие есть кружки, и есть спортивные секции. Но мы как бы и хотели, конечно, чтобы у нас это было долгосрочное все, чтобы да, и со временем связь все равно оставалась. Оставалось, и дети занимались дальше. Независимо от того, даже вот если маленькие дети, если кого-то усыновляют или удочеряют, или родители свои же их забирают, мы всегда говорим о том, что есть для них возможность дальше продолжать. Многие мальчишки, воспитанники центров для детей, оставшихся без попечения родителей, выбирают футбол. Ведь футбол – это тот вид спорта, где формируются важные черты характера. Развиваются многие навыки. Умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку. Игра развивает координацию и ловкость, формирует определенный образ мышления, умение быстро реагировать и принимать решения. Я занимаюсь 7 лет. Вот на таком уровне, среднепрофессиональном, я занимаюсь уже 4 года. За счет тренера у нас начала просыпаться команда. У нас с самого начала была просто такая, как бы сказать, группа тех, кому нравится просто вот играть, так просто поиграться у себя там, пацанами собраться, попинать мячик. И вот у нас просто появилось такое стимул, то, что вот мы хотим. И все. Мы собрали свою команду, тренер нам помог. Четыре года назад пришел к ребятам тренер Михаил Сергеевич Вольнов. И за эти годы уже было немало побед в соревнованиях, были поездки на игры в другие города. Ребята в целом молодцы, прогрессируют. Мы начинали там с низших лик, сейчас потихонечку-потихонечку поднялись. Некоторые ребята уже переходят во взрослые команды, то есть выходят из нашей команды, вот этого поколения 2020, выходят в более серьезные лиги, играют там. Им даже платят какие-то деньги уже за игры. Поэтому ребята адаптируются, переходят во взрослый футбол, во взрослую жизнь. Плюс участвуют в международных, междугородских соревнованиях. Ездили в Уфу, заняли второе место на первенстве по Волжи. Ездили в Казань, мы выигрывали с младшей группой первенства по Волжи. Ездили даже в Сочи на чемпионат России, заняли шестое место. То есть до этого ребята вообще никуда, можно сказать, не ездили. То есть тут по Самаре проигрывали, и я на этом останавливался. Теперь у нас вот есть возможность ездить в другие города, занимая первые места. Вот, ребята сильно увлеклись футболом. Воспитатели говорят, что дисциплина в группе, в школе улучшилась благодаря футболу. И они стараются учиться хорошо. В 2023 году команда выиграла областные соревнования по футболу в своей группе. Затем была победа на соревнованиях в Уфе. Первое место в Приволжском федеральном округе. За старшие группы футболистов подтягивается младшая. У вас есть планы на будущее? Ну да. Не останавливаться? Идти все время вперед? У нас и проект называется «Не шагу назад». Вот он как раз и, в принципе, идея его. То есть организация поколения 2020, а проект именно с детьми связан «Не шагу назад». Идея его в том, чтобы как раз назад не возвращаться, чтобы двигаться, двигаться. Все эти кружки секции направлены на развитие детей. Как бы одно направление, чтобы дети развивались. Другое важное направление, особенно для подростков, это заполнять их какое-то свободное время. В нашей команде остались тоже очень хорошие игроки, универсального опыта. Есть такие, которые немного слабоваты в плане футбола. Есть такие, которые прям стабильно играют. Сейчас немножечко потянут, тоже начнут подниматься во вторую лигу. Так-то я всем нашим желаю тоже куда-то продвигаться выше. На одном месте тоже нет смысла стоять. Надо идти выше, пытаться вообще в высшую лигу попасть. А может даже и в профессиональный мини-футбол, а может в профессиональный большой, не знаю. 8 на 8 вот скоро собираемся заявляться. А ты хочешь прям по футбольной, да, вот этой теме? Да, я прям по футбольной теме хочу пойти, если прям получится. Ну, если даже не получится, буду в любительских лигах удивлять людей. Каждому ребенку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, очень нужен наставник. Потому что наставник – это не просто учитель. Это человек, который ответит на любой вопрос, который поддержит, поможет. Если у вас, наших зрителей, появляется желание стать таким наставником, отзовитесь. Ведь дети ждут. На сегодня это все. Всех благ и до новой встречи. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.